Сити оф Аделаида, позднее известный как HMS Carrick Clipper, старейший из сохранившихся до наших дней. Аделаида была построена на верфи Уильям Пайель Хей энд Компани оф Сандерленд и спущена на воду в 1864 году. Она была разработана для перевозки пассажиров и грузов на регулярных рейсах из Англии в Австралию и обратно. Судно имело наборный корпус, подобно Катисарк, которая была построена несколько лет спустя, а также салон для пассажиров первого и второго класса. Судно сыграло большую роль в развитии колоний в Южной Австралии, много лет совершая перевозки по этому маршруту. Существуют оценки, что около 60% южноавстралийцев могут проследить свои корни от иммигрантов, прибывших на Аделаиде. 24 августа 1874 года судно село на мель на побережье Хенли-Бич, в 6 милях южнее иммиака города Аделаида. 4 сентября, после снятия с нее некоторого количества груза, корабль снялся с мели. В 1887 году стареющий корабль был продан для использования в качестве тяжелого транспорта и стал перевозить уголистайна в Дувер, а затем строительный лес в Северной Атлантике. Ее активное использование закончилось в 1893 году с покупкой корабля под плавучий госпиталь в Саутгемптоне. С 1923 года на службе в британских королевских ВМС под названием «ХМС Карик» использовался как учебный корабль Королевского морского резерва «Гриноки», переведен в Глазго в 1956 году, где использовался в качестве местного клуба Королевского морского резерва. К 1990 году корпус серьезно износился и Карик фактически затонул на своей стоянке на реке Клайд в центре Глазго. Шотландский военно-морской музей спас остатки и переместил их в Ирвайн, Северный Иршир. Ожидается, что корабль будет отремонтирован, восстановлен и установлен в музее. Планы по восстановлению.